Томаш, день добрый. Добрый день, Олег. У нас сегодня попытка установить международные отношения. Вы в Польше, я в России. И то, что нас объединяет, это предстоящая приемная компания. Сейчас люди уже готовятся к ней, абитуриенты делают свой выбор. А вы руководитель магистерской программы. Аналитика и консалтинг в международных отношениях. В связи с этим наш формат вполне подходящий для того, чтобы хотя бы кратко представить, кого именно вы готовите, каких специалистов с дипломом Тюменского госуниверситета вы готовите в рамках этой магистерской программы? Кого мы хотим подготовить? Нам кажется, я живу уже как иностранец, я приехал из Америки в Тюмень три года, что в Тюменьской области очень динамично развивается область международных отношений в торговом плане, тоже в культурном плане, очень большой обмен студентов и так далее. И государственно, Тюменьская область, извините, так скажем, я заметил, насколько я, например, я пытался выстраивать бизнесовые отношения, чуть-чуть не хватает людей с подготовкой именно, например, в области международных финансов, либо даже в области валютных операций, либо в области представительства для компаний, которые работают на международном уровне. А их в Тюмени больше и больше, я не говорю только о больших компаниях, как Роснефт, но и другие тоже компании, которые работают в области культуры, там чуть-чуть не хватает людей с настоящей международной подготовкой для того, чтобы действовать в международном масштабе. Значит, мы будем готовить студентов, которые будут работать и в бизнесе, а сейчас отношения и с Китаем, и с Европой, которые в Тюменинской области растут. Я уверен, что после окончания пандемии они будут продолжать нарастать, и будут востребованы специалисты, которые будут работать для этих компаний и актеров, которые работают на международном уровне. Томаш, спасибо, понятно. Вы уже начали отвечать на мой следующий вопрос, который я хотел бы вам задать, но прежде чем я его задам, должен сказать тем, кто заинтересуется этой магистратурой, что можно будет найти полные ответы ваши на английском языке, и комментарии ваших коллег, которые тоже будут заняты преподаванием, в этой магистратуре. А наше интервью имеет целью просто представить основные параметры магистратуры, и одним из них, пожалуй, можно назвать программу, которая рассчитана на два года. Какие-то основные параметры, может быть, вы дадите этой программе, и как будет идти учеба? Ну да, нашу программу будет можно очень детально посмотреть уже на сайте, уже она готова, все курсы, описания, подробные их, аннотации. Но если коротко, вот именно это название аналитика и консалтинг, надо обратить на само название, внимание, потому что у нас будет много курсов, которые будут уже готовить к работе, и эти курсы будут вести, так скажем, ученые, это будут люди с степенями научными, PhD и так далее, но которые работают, например, в международных корпорациях, либо банках, например, у нас один из обязательных предметов, это будет консалтинг международных корпораций, консалтинг международной торговли. Будет базовая часть, составлять эту часть будет пять курсов, которые будут проходить все, а потом будет вариативная, либо элективная часть, где у студентов будет возможность подобрать профиль обучения под свои заинтересованности, таланты и так далее. Но в основном, если вот посмотрите на список наших курсов, увидите, что у нас, так скажем, теория международных отношений, либо история отношений международных, конечно, это все будет, но мы на это не делаем ставку, мы все-таки пытаемся привлечь внимание студентов курсами такими, как, например, биобезопасность, либо кибербезопасность, либо этика цифрового международного пространства, где, например, специалисты, работающие для Яндекс, либо Google, либо для СМИ, которые работают в международном пространстве, нужные специалисты, у которых есть, конечно, знания истории языков, скажем, традиционных, образования для дипломата, чуть-чуть юридических знаний, но все-таки тоже очень важны эти практические знания, например, работа в СМИ на английском языке в 20-21 веке, конечно, это многие, по-моему, студенты, которые идут на традиционные уже магистратуры международных отношений, они не получают этого, они получают это только потом уже в компаниях, либо уже на отдельных, так скажем, спецподготовках. Если у вас будут вопросы про какой-то курс, там скоро уже будут готовы описания, уже тоже будет готовый список преподавателей, которые будут преподавать, можно подробно узнать? Да, мы обязательно дадим ссылки на подробное описание курса, на список преподавателей, которые работают. А сейчас, поскольку это интервью, хотелось бы еще с вами такой момент затронуть. Сейчас такое время, когда все явно находятся в режиме и ожидания, и какой-то трансформации своей деятельности, в том числе и страны, и глобальные корпорации. И вот понятно, что они нуждаются в специалистах, которые могут дать какие-то важные, ценные советы, как на данном этапе поступить, чтобы не проиграть, чтобы получить выгоду, и чтобы быть в лидерах. Я так понимаю, что как раз ценность в аналитиках, специалистах, которые могут оказать консалтинговые услуги на международном уровне, в данном году просто взлетит на самые большие высоты. Высокое. Чувствуете? Знаете, наш мир после уже пандемии будет и такой же, как был, и опять будет какой-то другой. Значит, как всегда, что-то останется, что-то изменится. И, конечно, все пытаются сейчас угадать, какие будут большие перемены. И здесь у нас, в нашей программе, мы все-таки обращаем внимание на базовые компетенции, которые должны быть у настоящих международных. Значит, у нас будут курсы по истории, но это будет так называемая прикладная история. Если вас заинтересует этот курс, я сам буду его преподавать. Это будет, ну, так скажем, которая, знание истории, которые можно применять в реальной жизни и так далее, и так далее. Но главное, что я хотел бы сказать, это то, что мы уже многие годы наблюдаем тренд, что все-таки даже жизнь самых главных международных лидеров, президентов стран даже, и так далее, все-таки переносится в цифровой мир. И здесь я как профессор, который уже работает 15 лет в сфере высшего образования, я могу сказать, что традиционно, например, в России, в России очень много качественных айтишников, да, и их всех высысают там в Silicon Valley, да, засысает их мир, но, например, в России не так уж много айтишников, которые бы были в состоянии обслуживать международную коммуникацию, потому что обычно айтишники, они получают hard skills, значит, знания, языка, программирование и так далее, но не получают таких soft skills, как говорится сейчас, типа языки тоже, практики общения, presentation skills и так далее, и хотя бы опыт какой-то, даже просто общение между людьми из разных стран и так далее. И это часто бывает проблема такая, что вот есть международники, которые, конечно, они могут налаживать связи, например, но с ними всегда ездит пять айтишников, потому что надо им помочь, даже вести их Twitter, вести их социальные сети и так далее. Но мы хотим как-то, насколько это возможно, чтобы наши студенты получали хотя бы базовые навыки, так скажем, с 21 века и все эти навыки, и это тоже касается аналитики, big data, тоже работы с данными, плюс этот международный такой, скажем, шлиф, который очень часто отсутствует у специалистов. Такая у нас возникла идея, по-моему, такие специалисты будут очень востребованы, потому что все-таки, даже когда уже налажим опять авиаперевозки, границы откроются и так далее, все как-то осознают, что как-то не так уж эффективно летать 12 часов туда и обратно, чтобы поговорить с лидером полчаса, можно создать намного больше конференций и контента вложить в эти переговоры, но для этого нужны люди, которые знают, как работает Zoom, например, как тоже компания, такая, как Zoom, ей нужны международные, так скажем, юристы, чтобы налаживать организацию работы в разных странах. мир останется международным, конечно, но он будет международным по-другому. Конечно, эти отношения будут больше и больше. Может, даже сейчас посмотрим в новостях и видим, что тактильной дипломатии, которая была раньше, вот, когда я, например, учился, был очень модный роман, написал его украинский писатель Олесь Гончар, «Твоя заря» он назывался, и он писал про одного советского дипломата, который решал проблему путем, ну, на украинском языке, дружного доторка. Вот, сейчас такие дружные доторки, они не приветствуются как раз дипломатии тактильной. Что-то придет на смену, видимо, как раз возможность обаять собеседника путем каких-то коммуникаций электронных, виртуальных, как считаете? По-моему, этот мир не исчезнет полностью. Хотя, вот это очень интересный тренд, который мы наблюдаем сейчас, что надо заметить, что в режиме онлайн, в режиме конференции очень сложно перенести переговор уже, так скажем, за дверь главного зала, как говорится, уже где-то там за кулисы, по-моему, на русском. Сейчас это очень сложно сделать, потому что все записывается, все остается навсегда, будет уже след в архиве. значит, наверное, какие-то переговоры, которые ведутся за закрытыми дверями, сейчас налаживать сложно, но все-таки, вот почему именно IT-специалисты так востребованы сейчас, именно потому что они занимаются не только просто созданием Zoom-конференции, а потом надо еще это все, это все остается в архиве, это все, так скажем, государственное дело, которое надо сохранять, где их сохранять, в Cloud, либо на твердом диске в Кремле, значит, этот, как я сказал, мир обслуживания, хотя это звучит не очень высоко, но все-таки это очень нужные компетенции, это будет очень востребовано, тоже именно для создания, наверное, каких-то условий, о каких вы сказали, Олег, для переговоров, потому что дипломация всегда будет, в основном это будут переговоры, и они пока еще ведутся иногда за закрытыми дверями, значит, вопрос, как закрыть эти двери в цифровом пространстве, и вот здесь у нас будут несколько курсов про кибербезопасность, и так далее, плюс этот международный опыт, значит, это, по-моему, будет востребованная профессия в будущем. Спасибо, Томас, мы будем ждать, когда появится возможность пересекать границы, будем рады видеть вас в Тюмени, и сразу же можем в Куаин устроить общение с потенциальными абитуриентами, теми, кто станет студентами, а в будущее моим магистрами, выпускниками Тюменского госуниверситета по магистрской программе аналитика и консалтинг в международных отношениях. Спасибо, до встречи. Спасибо вам, Олег, если можно еще минуточку, хотел обратиться к студентам, что вот именно наша программа очень открыта, в смысле, что даже на уровне подготовки мы уже готовы ответить на ваши вопросы. Я лично, как профессор, как научный сотрудник, тоже существую, так скажем, в цифровом пространстве. Все студенты, которые со мной работают, знают, что я никогда не требую больше, чем час, чтобы ответить на их имейл, либо там даже я не против, если им более угодно в фейсбуке писать. Я существую, как личность. Значит, будут у нас ссылки и всегда мы рады ответить более подробно на ваши уже вопросы тогда. Значит, всем советую, все, которые заинтересованы, советую вам обращаться либо на русском, русский не мой родной язык, хотел бы извиниться за все ошибки. Все-таки вот об этом, наверное, тоже слово хотел сказать, что у нас большинство курсов и в принципе в будущем надеемся 100% контента нашего нашей программы будет на английском. Значит, но, наверное, уровень английского должен у вас быть, так скажем, хотя бы средний на сегодня. Значит, обращайтесь либо на русском, либо на английском, либо на других языках, у нас будут тоже другие, скажем, с других стран специалисты. Мы будем рады с вами поговорить, ответить на ваши вопросы. Спасибо за ваше внимание. Продолжение следует... Редактор субтитров